Большинство бойцов из Ирана действительно плохо борются, потому что селекция их такова, что они берут удары, действительно, кикбоксеров, либо каратистов, и вот кого я встречал. И вольники, такое ощущение, что либо сами не хотят такой олимпийский вид, и они там у себя, значит, развиваются и совершенствуются, либо где-то у них вопрос селекции здесь стоит каким-то иным образом. Борцам тяжело же, вольная борьба это тяжело видеть спорт, не у всех получается попасть в чемпионы мира и так далее, поэтому они переходят в ММА. Очень жестко начинает с левой ноги, и причем, обратите внимание, левша Иран, иранский спортсмен, и при этом таджикский атлет является правшой. И с левой ноги очень жестко бьет Али Махарбетель и Али. Фаридун такой, не спеша, спокойно работает пока. Поднутреннюю часть бедра, удар, еще один лоу-кик запускает Али. Отвечает жестко Фаридун справа, мидл-кик по туловищу. Хороший разрешается Ирана. Контроль и бросок, все-таки Фаридун делает. А вот здесь, Зубайра, подключитесь со специальными комментариями. Самое главное, надо уверенно позицию брать. Фаридун нормально держит. Потихоньку добивает. Все правильно делает. В таких случаях надо соперника заставлять устать, чтобы у него руки устали, ноги устали. Потом, если встанет, чтобы не смог нормально боксировать. Минут две по-любому он должен его держать там. Нагрузить, как говорят в таком случае. Да, да. И потом спокойно подвигать, можно побоксировать. Опять бороться. Вы последнее время в своих боях вас используете максимальный универсализм. И ударную технику, и переводы, и броски, и партер. Старайтесь так, да, действовать? Да, последнее время в высшем уровне, когда дерешься, в любом случае придется показать и борьбу, и бокс, все. Быть максимальным универсалом. Боксировать чисто, или там бороться чисто не особо получается. Еще, как Хабиб начал еще боксировать, с лучшими ударниками начал боксировать. А если он чисто боролся бы, мог бы, ну, возможно, ему было бы тяжело. Могли бы его поймать там. Но он боксирует и борется, обманывает. Да, яркий победоносный пример показывает всем. Да. Вы правы. Татриксский боец. Все правильно делает. Забирает свой раунд. Не рискует. Он уже понял, соперник в стойке опасный. С очень опасной левой ногой, левша такой. Очень такой жесткий. Иранцу надо полностью выложиться, встать оттуда. Потому что он уже отдает раунд. А стойки мог бы себе показать. Видно, что он не умеет бороться. Может, бывший вольник он. Но Папе не умеет. Знаний грэплинга не так много. А Фридун, кстати, о нем. Последний бой он провел тоже в Лиге GFC. Турнир был в городе Спрутники. В Пензенской области. На открытой площадке. Может быть, многие, кто следят за перипетиями, происходящими в Лиге GFC, помнят этот поединок. И Фридуну тогда протестал бразилец. Известный парень. И тогда он огромное количество ударов нанес лоу-киком. В его переднюю ногу, в его двуглавую мышцу бедра. И чем тогда удивил Фридун? Уже несколько раз показывая, что эффект боли невероятен, он продолжал терпеть. И в итоге он провел победный поединок для себя. Что тоже показывает его характер. И уровень духа, конечно, высочайший. Плюс терпение, что очень важно для профессионального бойца. Мы не раз этот элемент отмечали. А здесь продолжает Фридун контролировать. И здесь очень аккуратно. Была опасность, но тот, как мы поняли, не особо умеет бороться с партери. У Даник с ударником что-то получается. У Даник с бойцом уже тяжело. Он от себя должен был его оттолкнуть, но он там почему-то держит. Чего ждет? Яблоки! Яблоки! Да, и в том числе можно здесь говорить об отсутствии навыков. А это сейчас... Чистый выиграл. Чистый выиграл. Чистый выиграл пирам. Отсутствие навыков уже лишает победного результата. Запомни сайт реального букбекера. Вот R-FUN.EBRAHEIMIAN, он возит бойцов. Из Ирана, из Тегерана, из столицы этой страны к нам, в Россию, уже неоднократно R-FUN привозил своих бойцов, достижающих клуб Persian Warriors. И вот сейчас он является секундантом в этом поединке. И пытается сейчас восстановить максимально затраченные силы в первом раунде своего бойца Али Махработиари. В первую очередь Ржибали Байонов делает подобную же работу. Ирана, более свежий выиграет. Вау! Ирана, более свежий выиграл впечатлений. Оба бойца такие настроенные. Сайдкикбол в область коленного сустава от Фридуна. У Дилова особо он эффекта не возымел. А вот здесь он уже целил хайкиком. Не только умеет бороться на таджикси боец. И стойки себя показывают. Опять правый хайкик очень хороший. И здесь сделает ошибку, мне кажется, иранский спортсмен, что на руку принимает этот удар. В этом месте это очень опасно. Не двигается. Да, он стоит и принимает. Стоит и не двигается. Еще, кстати, тоже отмечу, забираю, и тоже вам дам информацию про Фридуна. Этот парень сражался, представляете, в 70 килограммов, 77, 84 и 93. Четыре весовые дивизионы он сменял. И с разным успехом. У него очень много было боев в Китае, в том числе на разные весовые дивизионы. На 77 и на 93 там также. Молодец. Показать, везде себе показать успел. Ну, за счет духа он выходил и без задней. Да, парень с характером видно. Оу, левый сбоку. Левый сбоку был в концовке от Фридуна. Сейчас слишком явный. Явный проход. Да, да. Но все равно до конца надо делать. Может, Фридуна Дилов доработает. Я думаю, что он это сделал. Да, сделал. Фридуна за ним. Перевод есть. Игдаун за ним. И сейчас будет контроль. Мне почему-то кажется, что мы увидим картинку с вами, то, что вы видели в первом раунде. Да, но он более опытный боец. Поэтому забирает свой раунд умно. Не рискует. Делает то, что надо. Самая главная победа. Локоть попытался вставить Фридуна без амплитуды. И рядом с целью было. Корпус голова. Хочет раскрыть им, конечно, защиту. Али. Ему надо добивать, добивать. Я что-то в последнее время заметил соперник, когда снизу, если ты сверху не добиваешь, то могут ничего дать или тому отдать. Ислам Мамедов брался в Америке. Я думал, что он уверен выиграл, но кому отдали было. Отдали ничего, но дальше пошел. Поэтому... Нужна активность? Надо добивать, показать активность. Нужен граунд энд паунд? Да, да. Вот видишь, снизу работает. Работает активность у него. Паяться локтем. Да, да. Если вот так будет... Фридуна, вот так будет, если вот работать, могут ему отдать раунд. Таджийский боится добивать его, чтобы он не стал. Промахивается четырежды иранский спортсмен, нося эти удары локтем. Партери укладывает. Да, Фарид Мусра уже понял, все-таки какие явные слабые стороны у иранского спортсмена и пользуются этими слабыми позициями. Опытные бойцы во время боев изучают соперника, что у него слабое, что у него хорошее и потом над этим надо работать. Таджикский боец, по-моему, здорово. По моему мнению, два дона. Здесь, я думаю, что это бесспорно. Но все-таки суды решают. Всегда остается итоговое заключение за судейским корпусом. Да. Кстати, очень, знаете, еще этих парней можно отметить. Стойкий, такой элемент. Достаточно быстрый для этого веса. И это тоже вдохновляет и приятно смотреть на это. И жесткий. Интересный бой. Иранскому бойцу надо рисковать. Если хочешь выиграть, ему надо рисковать. Иранскому бойцу также надо продолжить. Иранскому бойцу. Иранскому бойцу. Иранскому бойцу. Иранскому бойцу. Иранскому бойцу. Иранскому бойцу готовы. Иранскому бойцу sagthi с бедра Придуну используя лоу-кик задней ноги, левой, для него. Придун стойки очень опасны. Да, и Придун пытается найти собственную дистанцию для прохода и перевода. Да, тактически все очень верно. Да, конечно. Он же приехал выиграть соперника. И надо делать все, чтобы выиграть. Хороший ударник вот так и проигрывает. Почему он не учит бороться? Каждый день тренируются ребята. И каждый человек должен знать, что у него слабое место. И там же вот это набрать же надо ему. Да, здесь тот самый термин тейкдаун-дефенс. Защита от проходов в ноги, от бросков. Конечно, важнейший элемент в ММА. Я считаю, что это еще тренерский состав тоже будет номиноват. Но любое успешное действие. Группа фанатов, которая прибыла сюда непосредственно на УАУ-арену, за таджикских спортсменов отдельно болеет. Они просто начинают громко восклицать. Молодцы ребята, они сильно поддерживают друг друга. И очень командно держатся и здорово. Примером являются для многих. Конечно. Придун активничает. Понимает. Действительно опытный парень. Знает, что нужно для картинки обязательно, даже если ты не попадаешь, ты должен выпускать удары. Да. Да. Пока здесь особо, я думаю, что уже по ходу этого заключительной стадии поединка, наверное, не так многое может что-то поменяется. Коротко. Ваш сегодня родственник, двоюродный брат, по-моему, если память мне не изменяет. Шамхан Катаев. Да. Шамхан Катаев. Он сегодня дебютировал. Как оцените его дебют? И вообще, что от него ожидаете в ближайшем будущем? Ну, я, честно, сильно волновался, когда он выходил драться. Даже не стал секундировать. Ну, хотя не секундировать, потом думал, лучше я выйду для него. Для него будет лучше. Ахмдулла выиграл. Ну, если он будет тренироваться, желание есть у него. Если он будет тренироваться, с него выйдет хороший боец. Характер есть. Он так. Природный такой, физический, хороший. Самое главное, тренироваться надо. Никто не должен его заставлять. Если он хочет стать чемпионом, бойцом хорошим, надо тренироваться. Соответственно, труд, труд еще раз труд. Да. Все, что связано со мной, я все сделаю. Ну, самое главное, он должен тренироваться. Ну, здорово. Шамхан Гатайф сегодня заявил о себе впервые, и я думаю, что любители смешных наборов теперь будут с определенным интересом наблюдать за развитием этого парня карьеры. Да, сегодня он смог показать себя хорошо, он выиграл. Это будет пример для подрастающего поколения, его друзьям, которые не тренируются. Я надеюсь, самому сейчас мотивацию больше будет тренироваться. Здесь много промахов, и при этом зато активность, то, о чем мы говорили. Активность теста у Таджисова бойца забирает свой раунд. И как мы с вами предвидели, Зубайра, все на контроле от Одилова, и он не выпускает своего оппонента из-за рана, который не обладает. Он почему-то даже не пытается ставить, но может не умеет. Не умеет. И он держит Таджисова, нет смысла держать его так. Он просто закрывает гарт и очень пассивен. Единственная активность, с вами его мы видели, с вами локоть. Это было единственное. Это было не особо попадало. И уважаете, близко к нокауту, болтает сейчас, и практически... Пропустил засток. И в концовке все-таки выигрывает этот бой досрочно, потому что Максим Фратасов, будучи рефери, в этом поединке останавливает этот поединок. В конце третьего раунда нокаутрирует человека нелегко. Парень с Ларактером до конца трампера. Поэтому красиво выиграл. Очень нравится мне этот парень. Очень нравится. Дила Фаридун. Он, кстати, очень правильно воспитанный парень. Я с ним беседовал. Уважительный к старшим. На вы разговаривали. Это был очень интересный парень. Это один из хедлайнеров команды Ахмад Таджикистан Раджабали Байонова. И очень здорово, что он сейчас идет победоносца. Три победы в двух лигах. В GFC и Battle Promotion. Но при этом сегодня одержана победа в объединенной лиге. Трепость и GFC. Он может показать, если продолжит оперироваться. И 55 секунд заключительного третьего раунда техническим нокаутом. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это человек, который болеет за развитие Таджикистан ММА. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Молодцы ребята. Хороший и зрелищный бой показали. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И слова победителя. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Саша брата Владимир Байонова, который он много с нами, чем со своей семьей всегда поддерживает нас. Я хочу поблагодарить Акайдалер Саша Гулянов который всегда нас поддерживает. Спасибо вам. И всем, кто сейчас на меня хваляет и смотрит. Ассалам алейкум. Хочу поблагодарить Галилу. Спасибо вам. Хабиби Нуромой. Абдулмараб Нурмагманедову. Самому лучшему тренеру России. Спасибо. Оля. Тренер, спасибо. Без вас. Ассалам. Ассалам.